Привет всем выжившим! И да, как вы уже поняли, мы продолжаем выстраивать свое поселение. В прошлый раз мы выбрали довольно простое начало, но начало оказалось совсем непростое. Большинство моих жителей погибло от кабанов, также начали погибать от жажды. Поэтому, когда у меня совсем никого не осталось, я решил, что все-таки стоит перезапустить игру. Да, начать, так скажем, с чистого листа. Может быть, на этот раз нам повезет, но что ж, давай посмотрим. Что ж, и вот наше новое поселение на совершенно новой карте. И как по мне, это уже какой-то райский уголок. Ну, посмотри, с правой стороны у нас тут небольшая промзона. Ну, а с левой, я даже не знаю, жилой квартал 7 палаток. В общем-то, да, это обычный палаточный городок вокруг озера. Но, с другой стороны, посмотри, у нас тут два колодца, которые добывают аж 10 воды и работают на 100%. Также у нас тут хранилище с чистой водой. И, в общем-то, да, судя по всему, нам не хватит пластика. И на этой карте он встречается крайне редко. Но я надеюсь, в ближайшее время мы сможем его найти. И, к слову, у нас не один, а аж целых три сортира. И да, они сюда ходят не только по маленькой и большой нужде, но также, чтобы помыться. Хотя, с другой стороны, у них тут рядом озеро. Но оно, наверное, радиоактивное. Так что идея покупаться там не самая лучшая. А вот мыться рядом с сортиром, ну, тоже не самая лучшая идея. Хотя, с другой стороны, смотри. Они сейчас загрязнены у нас на 60-70%. И зона вот этого заражения уже медленно подпирает к нашему складу. А у нас тут все-таки и еда, и аптечка хранится, и даже вода. Так что, да, надо как можно скорее разобраться с этим загрязнением. Но нам не хватает жителей на уборку. Потому что все сейчас чем-то занимаются. Кто-то строит, кто-то, не знаю, рубит лес. Поэтому, да, свободных жителей у нас нету. И, кстати, к слову так, у нас достроились ворота. А это значит, что у нас уже есть какие-то, я не знаю, жители, бандиты. Ну, давай спросим их, что им надо, и что они могут нам предложить. И, судя по всему, это поселенцы, которые хотят к нам в лагере. Я стою на коленях и умоляю вас, мы все добрые люди, светлые невинные души. Пожалуйста, проявите милосердие. Так, и среди них есть один взрослый, один старик и двое детей. Старики в целом не отличаются от взрослых, за единственным исключением, что они не делают детей. Ну, а дети пока нету школы. Они работают как грузчики. Так что, учитывая, что у нас нет школ, детишкам придется поработать. Так, и у них с собой есть шесть каких-то непонятных овощей, похожих на картофель. Пять инструментов и четыре какие-то конфеты или это сухпаки, я без понятия. Так, и у них с собой есть специалист. Серьезно, разведчик. В прошлой жизни он стремился стать профессиональным бегуном, но теперь, после глобальной катастрофы, лишившей его и все человечество будущего, ему остается лишь сокрушаться о том, чему не суждено сбыться. Ага. Ну, в общем-то, еще один специалист. Что на самом деле очень даже круто. Так что, давай их примем и понадеемся, что нам хватит места в нашем лагере. Ну, вообще, по идее, должно хватить. Так, место в жилищах. Да, еще есть два жилища. Нам нужны любые специалисты. Да, это правда. И так как у нас появились жители, кто-то, видимо, отправится чистить туалеты. Потому что раньше нам не хватало рабочих на все это грязное дело. Погоди-ка, ты у нас отправишься на карту мира. Так, нужно еще одного отправить. Ты тоже отправишься? Так, а ты, наверное, ну, давай пособирай, может быть, доски. Странно, что я их не заметил. Так, и ты, наверное, тоже поработай. Ну, например, у нас тут где-то должны были какие-то ресурсы быть. К слову, специалисты совсем не облучаются. Так что можно посылать их в любое место и не бояться. Так. Погоди-ка. Ты же можешь добыть вот это вот? Да, смотри, бетон, большая груда. Отлично. Так, и теперь давай отправимся, ну, не знаю, вот к музей. А вот этого мы отправим, что у нас тут есть, ферма. Либо кемпинг, собирательство, пластик. Да, слушай, пластик это дело хорошее. Поэтому пускай пособирает пластик. Так, и пока что они все работают. Мы, пожалуй, продолжим заниматься строительством. Потому что сейчас у нас, ну, по идее, не хватает пластика. У нас сейчас будут чистить унитазы. И в целом можно было бы продолжить строительство правую часть карты. Так. Вот это вот у нас куча разбирается на металлолом. И раньше здесь была красивая такая башня. Но сейчас она уже практически разобрана. Так, вот он, получается, разбирает весь этот хлам. И он перерабатывается у нас в нужный нам металлолом. Который потом уже идет на инструменты. А инструменты мы используем в своей повседневной жизни. Но чаще его ломают на лесоповале. Потому что это дело довольно затратное в плане инструментов, как я понял. Ну, может быть, я ошибаюсь. Кстати, вот эта вот радиостанция мне немножко понадоела. Поэтому давай ее сменим. Так. Отлично. Еще есть радионебеса. Давай, может быть, попробуем вот это вот. Вроде бы поспокойнее. Давай оставим тогда ее. Так, и в целом у нас поселение очень даже симпатичное, как по мне. Я бы, конечно, добавил пару домиков. Но для этого нам все-таки нужно что-то изучить. Потому что сейчас у нас крайне мало всяких разных возможностей. Смотри, тут есть подмастерия. Переработка утиля. Интересно. А вот утилизировать мусор у вас где-то тут можно? Смотри, промышленная добыча. Экстрактор бетона, экстрактор пластика. Производство электроники. Конвейер. Ага. Ясно. Ну, в целом, я не думаю, что мне понадобится вот эта вот ветка. Ну, разве что батареи. Они звучат вполне себе неплохо. Ну, ветряки всякие ставить. Или вот солнечные. Вот эти вот всякие панели. Так, в плане пищи, конечно, тоже было бы весьма и весьма неплохо. Смотри, тут есть маленькое поле. Ага. Где мы могли бы выращивать что-то. Или вот мы могли бы получить волокно после убийства какого-то оленя. Но я, наверное, буду прокачивать колонию. Тут все-таки у нас есть... Так, образование, во-первых. И также работа с отходами. Которые мы можем, я не знаю, либо перерабатывать, либо просто утилизировать. Куда-то. Да, даже банально сбрасывать в какую-то свалку было бы неплохо. Потому что сейчас у нас... Ну, мы просто окружены всей этой радиацией. И мы ничего не можем сделать. И, кстати, в дальнейшем у нас также появятся бани. Что, в принципе, очень тоже неплохо. Так, а пока что мне не хватает пластика. И не хватает пластика. И я, наверное, предлагаю нам ускориться. Так, хранилище чистой воды и недостаточно стройматериалов. Ну и я уже в курсе. Вот, видишь, он как раз-таки чистит нам наши туалеты. И получает загрязнение. 27. Так. 28. Отлично. Ну, вот у него получилось. Так. И он занимался строительством. Да, мы почти достроили хранилище чистой воды. Так. Погоди-ка. А что у нас на карте происходит? Так, то есть у нас сейчас есть очки исследования. Я правильно понял? Да, смотри, 200 технологий. А это значит, что мы наконец-то можем что-то исследовать. И я даже, может быть, исследовал что-то в производстве. Ну, смотри, команда собирателей. То есть у нас появляется еще один рабочий на станции по приему лома и станции по переработке. А это значит больше пластика и больше металла. Что, в принципе, тоже неплохо. Но я, черт подери, хочу нормальные здания из бетона и дерева. Поэтому боюсь, что буду все-таки качать общественное жилье. Это значит, что у нас появится вот такой вот домик из дерева. И вот такой вот фургон, который называется лачугой. И вмещает в себя три жителя. А вот вот это вот коммунальное вмещает уже восемь жителей. Но там они не хотят размножаться. Ну, что ж, знаете, невелика потеря. Хотя, может быть, в дальнейшем это как-то аукнется. Кто знает. В любом случае, мы начнем, пожалуй, с тяжелого брезента. Потому что он стоит дешевле. И это будет, наверное, быстрее. Хотя, возможно, нам потребуется прокачать все-таки это и вот это. Но давай проверим. Так. Отлично. Поставили на исследование. Что ж, и раз мы поставили на изучение нашу технологию, давай попробуем промотать время и заняться потребностями нашего лагеря. Ну, например, смотри, у нас как-то с пищей не очень хорошо. И в целом, да, у нас, конечно, есть рыбацкие хижины, но они, видимо, не справляются. Нужно поставить хижину охотника, либо, я не знаю, ягоды собирать. Хотя их и так собирают. Так, погоди-ка. Закончились. А, все, понятно. Специалист собрал полностью доски. И теперь мы можем его отправить, ну, я не знаю, может быть, отстреливать мышей. А, может быть, тогда давай, смотри, металл, пластик. Ну, вот у нас есть ягоды вот тут. Можно было бы его отправить, собирать туда ягоды. Либо, знаешь что, мы могли бы действительно отстрелить вот этих вот мышек. Они, может быть, даже и приносят какой-то вред. Ну, там, не знаю, источник каких-то болезней или чего-то такого. Так что давай попробуем с ними начать сражение. Я надеюсь, что они не сильно его поцарапают. Так, постой. Так, да, они начали его атаковать. Смотри, смотри. Эх ты. Постой, постой. Давай, атакуй, атакуй эту мышь. Все, отлично. Тогда у тебя получается 100 здоровья, а у тебя... Да, они ничего не отняли. Так, ну и хорошо. Это значит, что мы можем сейчас разобрать их на тушке. И, в общем-то, заняться чем-то более интересным. Так. Что ж. Погоди-ка. Хочешь сказать, что ребенок получил травму? А, точно, они же выполняют роль носильщиков. Ну, тогда неудивительно. Что ж. Смотри-ка. Нужны новые источники. А, ну, ясно, ясно. То есть у нас... Они собрали, получается, с одной крысы. Но осталась еще одна крыска, с которой можно собрать пищу. Блин, они едят крыс. Совсем уже дошли до ручки. С другой стороны... А почему и нет? Так, смотри. У нас тут остался бетон. А, ну, 84 штуки. Это и так вроде бы много. Давай лучше займемся ягодами. Пособираем их и поднесем уже в свой лагерь. Хотя у нас тут есть поближе кустик. Но, ладно. Пускай лучше подальше побегает. Так. Что у нас на карте мира? Смотри-ка. То есть тут он уже все собрал. Ну, и этот вроде как тоже справился. Давай тогда его отправим. Ну, так как он собиратель. Отправим на сбор мяса. А этот тогда у нас отправится на изучение какой-нибудь территории. Ну, я даже и не знаю. Мне вроде бы как нравится вот эта вот локация. Тут какой-то город. Там еще окажется бандиты какие-то. Зачем нам это надо? Так что давай, наверное, вот эту вот территорию посмотрим. Она находится довольно близко к нам. И в целом мы потом можем уйти куда-нибудь вот по эти края. Хотя выглядит это все не очень многообещающим. Но все же можно попытаться. Так. Отлично. Значит мы его отправили. А мы теперь можем заняться нашим лагерем. Так. В труп крысы нужен новый источник. Замечательно. Давай тогда относи еду. И мы займемся теперь чем-то еще. Так. Что у нас тут? Ягодки. Давай собирай ягодки. Хотя можно было бы собирать с другого куста. Но... Да и ладно. Пускай собирается с этого. Так. Силы вернулись ко мне. Вот она. Да. Это действительно оказался ребенок, который получил травму. Правда, я так понимаю, она не работает. Или она работает как раз таки? Погоди-ка. Дети, взрослые. Ну, судя по всему, нет. Она... Да. Выполняет работу грузчика. И собирает ягоды. Сейчас нам. Что, в принципе, тоже неплохо. Так. Вот она пошла в туалет. А мы тем временем... Подожди-ка. Что у нас по технологиям? А, уже изучился. Серьезно? Ну, давай тогда изучаем. Вот. Общественное жилье. Вот. Она у нас исследуется. А мы тем временем... Ну, даже не знаю. Там у них не восстановились очки действия? Восстановились. Значит, давай исследовать. Так. И вот у нас музейчик. Отлично. Правда, очков действия ему не хватило. А этот пока что собирает мясо. Ну, ладно. Пускай он тогда дособерет. И мы тогда отправим его домой. Так. Что у нас тут? Общественное жилье. Ну, будем, наверное, выстраивать наши лачуги как раз таки вот тут. Вдоль. Хотя, слушай, не знаю. Можно было бы снести вот эти палатки и вместо них поставить уже нормальное такое жилье. Но, боюсь, там не хватит клеток. Потому что ты сам едешь тут. Довольно такое ограниченное пространство. Так. А что у нас делают специалисты? Добывают еду? Ну да, смотри. 124, 125. Вообще, следовал бы, возможно, изучить что-то в пище. Смотри, навыки выживания. То есть, они добывают пищу нам на 20% быстрее. Или вот то, что... Вот. Что это такое? В доме Завиралова появляется еще одно место. Ну, у нас даже этой постройки нет. Так что можно было бы заняться фермерством. Почему бы нет? Аномальная жара и радиоактивные осадки уничтожают урожай. Вот это, конечно, звучит не очень хорошо. Хотя, знаешь, можно было бы фермы поставить как раз-таки вдоль вот этого озера. Ну, мы тут поставим тогда дома. А вот тут мы сделаем фермы. Ну, как раз-таки рядом вот с этим озером. Там, наверное, очень даже какая-то хорошая почва. Ну, время пока что. Так, смотри-ка. Почти уже разобрали башню. 55 из 93. Но, конечно, работает она довольно медленно. Или это он? Нет, это Виктория. Которая пытается разобрать эту башню. Ну, разобрал ее уже, смотри, наполовину. Так. Специалисты готовы к работе. Давай тогда. Исследуй. Это место. А ты тогда возвращайся в колонию. Раз ты собрал кучу всего полезного. Так. Ну, вот, смотри. То есть он вернулся. И теперь... А где, кстати, ресурсы? Ой, 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 ой. Мы изучили. Отлично. То есть мы сейчас можем делать здание. Нормальное. Так. А мы, наверное, пока что поставим ремонт на изучение. Ремонт звучит как неплохой вариант. Так что давай попробуем. Смотри. То есть сейчас мы можем снести вот эти палатки. Вот мы их сносим. И вместо этих палаток мы начинаем строить нормальные дома. Вот у нас есть лачуга. Она вот так вот выглядит. И причем, я так понимаю, там есть разные варианты. Вот, смотри. Еще один вариант с уже туалетиком. Есть вот такой вариант. И вот такой. Так. Хотя такой вариант мы, кажется, видели уже. А коммунальное жилье у нас выглядит... Да, действительно, как такая деревянная хибара. Напоминает какую-то постройку из фоллаута. Сейчас, подожди-ка. Она только в одном варианте. Так, ну смотри. Там сверху какие-то койки или что это? Сейчас, давай еще раз посмотрим. Да, да. Смотри, тоже есть разные варианты. Классно. Так. Тогда давай поставим лачуги. У нас вроде бы ресурсов хватает. И потом мы, может быть, переселим из палаток вот в эти самые домики. Выглядит это вполне себе неплохо. И, слушай, а почему бы нет? Хотя, сейчас. Вроде бы хватает места. Да, и самое главное все ровно. Вот один домик мы делаем. И вот уже второй. Так. Отлично. Где у нас тогда специалист какой-нибудь? Куда он там направляется? Пускай тогда он подойдет к рыбацкой хижине. Вообще он должен был принести... Да елки-палки. У кого-то радиационное заражение. Мать его. Ну ладно. Так. И что ты делаешь? Это, конечно, все хорошо. Но где, мать твою, ресурсы ты выложил? У тебя же должно было быть аж 40 или 30 пластика. Это как-то странно. А, вот, смотри. 45. Отлично, отлично. Так. Все, что ему нужно было, это подойти к лагерю, судя по всему. Так. И вот у нас даже 165 пищи. Боже. Ну, теперь у нас ни в чем проблем не будет. Единственное, что меня, конечно, смущают вот эти туалеты, которые опять начали загрызняться. И да, можно было бы заняться их очисткой. Все-таки 40% это, ну, как-то, знаете, не очень. Давай тогда займемся обеззараживанием. Так. И я так понимаю, нам нужны новые туалеты. Можно было бы их выставить где-то спереди? Почему бы и нет? Да, давай, наверное, так же и поступим. То есть мы делаем дорожку вот тут. И делаем дорожку вот тут. Давай попробуем поменять радио. Ну-ка, что у нас тут будет играть? Ну, что-то поспокойней. Но мне, по крайней мере, это больше нравится на данный момент. Так, вот мы выставили. Одно отхожее место. Второе. И давай еще одно. Отлично. Теперь мы могли бы заняться своей одеждой. Потому что она тоже заканчивается. Так. Делаем грунтовку. Раз, два. Ну вот. Смотри. А где бы мы могли сделать мастерскую по выделке одежды? Ну, тут, пожалуй, наверное, слишком близко к туалетам. Можно было бы сделать вот тут как-то. Кстати, а, неплохая идея. Смотри. То есть у нас получается, ну, чисто такая промзона. Где они чем-то занимаются, что-то создают. И да, это звучит неплохо. Так. То есть ты хочешь сказать, что у тебя... Да. В целом... Слушай, у нас все помещается. Поэтому почему бы не попробовать? Давай тогда сделаем. Так. Все чисто. Материалов нам хватает. Бетона тоже. Вроде бы как все есть. Давай тогда попробуем сделать. И тогда мы делаем тут поворот. Поворот-отворот. Так. Вот у нас такая вот дорожка красивая будет. Отлично. Конечно, немножко кученовато. Но, знаете, мне нравится, как это все выглядит. Так. А что же касается домов? Ну, ими сейчас занимаются. Радиация отравляет человечество. Господи, боже мой. Уже три заражены радиоактивным фоном. Ёлки-палки. Это как-то не очень хорошо. Так. Давай быстро убирайте туалеты. Что-то мне это не очень нравится. Так. Лечение. Давай 99. Отлично. Фуф. Силы вернулись ко мне. То есть... Да. Спасли от радиации. Вот. Другой заходит. Так. Ну, вообще, стоило бы, наверное, поставить... Ну, я не знаю. Хижину... Аптекаря получше. Ну, или какое-то уже строение, там, больницу, знаешь. Было бы неплохо в нашем случае. Учитывая, что он из колонии начинает разрастаться. И тут появляются... Так. А кто стреляет? Бандит у ворот. Он ведет себя как-то странно. Так. А что ему нужно? Бандит-торговец. Отлично. То есть, ты нам предлагаешь отдать свой пластик ради того, чтобы получить какие-то детали. Либо вот такой вот металл ради комплектующих. Слушай, ну, я даже и не знаю. То есть, с одной стороны, это... Да, сложный материал, который добывается далеко не везде. Ну, возможно, стоит действительно принять его предложение. Может быть, потом он еще зайдет к нам. К вашим воротам пришел незнакомец. За плечами у него тяжелый рюкзак, набитый чертежами, линейками и разными другими штуками. В общем, да, давай тогда поймем его продолжение. Вот мы получим детальки. И в целом... Так. Подожди, а где... А где наши детали? Эй! Эй! Где наши детали? Так. Мы наконец-то все поняли. Так, это отлично. То есть, ты хочешь сказать, что мы можем сейчас... Да! Исследовать работу с отходами. Фух. Ну, наконец. Наконец-то мы будем как-то с этой гадостью бороться. Так. Погоди-ка. То есть, мы можем еще сделать ремонтную мастерскую. Где она у нас тут? Погоди, погоди. Мастерская инструментов. Мастерская портного. Медицинская палатка. Ремонтная мастерская. Вот она. То есть, ты можешь... Угу. Ясно. Ну, слушай. А почему бы нам не сделать действительно в нашей вот этой вот промышленной зоне мастерскую по ремонту? Звучит как вполне себе неплохая идея, как по мне. Так. Давай тогда. Погоди-ка. Ну, вот чтобы было все ровно. То есть, тут нужен металл, тут нужны бревна и, конечно же, бетон. Что ж, давай тогда построим. Так. Чувствую себя отлично. Ты хочешь сказать, что у нас еще кто-то там пострадал от радиоактивного заражения? Или радиоактивного фона? Погоди-ка. Так. Мы сделаем дорожку. Отлично. Слушай, и эта радиостанция мне уже как-то пододеяло. Давай сменим на небеса. Так. И пока что у нас все очень даже неплохо. Конечно, радиоактивный фон, он немножко портит. Все. Ну, мы с этим начнем скоро бороться. Так что... Сейчас у нас жизнь пойдет как надо. Смотри, уже есть две лачуги. И можно даже сделать еще один домик. Вроде бы как металла хватает. Так что, почему бы нет? Вот, у нас есть лачуга. Подожди. Так. Ну, конечно, возможно, слишком близко к этим туалетам. Хотя, погоди. Нет, нет, знаешь, мне кажется, в самый раз. Мне кажется, в самый-самый раз. То есть, он будет где-то... Ну, мы сделаем дорогу, так что все будет нормально. Так. Мне тоже не хотелось бы, чтобы они дышали всем этим калом. Поэтому, уже ближе делать дома, наверное, будет весьма опрометчиво. Скажем так. Так. И что у нас теперь? То есть, мы сейчас исследуем радиоактивную вот эту вот свалочку. И да, конечно, стоило бы как-то заняться... Заняться нашим пропитанием. Ну, слушай. Сперва мы изучим свалку с отходами. А затем уже будем заниматься нашим продовольствием. Сейчас пока что, вроде бы, все относительно неплохо. То есть, у нас тут есть рядом олени. У нас есть свалка с бетоном, который мы можем сейчас активно... Я не знаю, даже собирать. А, так, на материал. Подожди. А тут же были ягоды где-то. Где-то рядом они были. Вот они, ягоды. Пускай тогда он где-то собирает их. Так, а где другой у нас? Вот он. Давай он тоже куда-то сходит и что-то пособирает. Металл, пластик. Так, ну, слушай. Я даже и не знаю, куда его отправить. То есть, ягоды собирать? Ну, зачем? У нас и так, вроде бы, сейчас их много. Поэтому, давай, может быть, он займется строительством. Почему бы и нет? Так. Немножко перемотаем время. Хотя у нас и так на максимальной скорости все это идет. Так, погоди-ка. А почему туалеты никто не чистит? Уже заражение на 60%. Это не очень хорошо. Погоди. Может быть, стоило, конечно, не торопиться с новыми постройками. Ведь у нас еще поселенцев не так много. Эх, блин. Ладно. Давай тогда снизим приоритет. Ой. Нет свободных носильщиков. Ну, вот я об этом и говорил. Подожди. Вот у нас есть носильщик. Я даже не знаю. Может быть, тогда нам не нужна мастерская по инструментам. Ну, а зачем? Давай тогда сейчас дойдет до 100% и мы, ну, так скажем, уволим его или предназначим на другую деятельность. Так. Подожди. Ну вот. То есть теперь у нас два носильщика и они даже могут пойти чистить туалеты. Отлично. Отлично. Так, ребят, давайте, встроите туалетики. И вообще стоило бы... Блин, еще одно заражение у кого-то. Ай, ну что ты будешь делать? Так, а тут у нас закончился лес. Слушай, ну, древесина... Древесина, древесина. Нужна нам древесина? Я даже не знаю. Пока что, я думаю, мы можем без нее как-то обойтись. Давай тогда его тоже уволим. И переназначим наших специалистов. Может быть, на сбор каких-то бревен или... Что у нас тут есть? Ну, бревен я тут не вижу, а бетон в довольно большом количестве. Ладно. Так, ремонтная мастерская. Подожди, хватает металла? Так, с горем пополам, я бы сказал. Так, все. Наконец-то. Работа с отходами завершена. Так, и теперь мы можем посмотреть, как вообще эта постройка выглядит. Смотри, экологическая станция. То есть, она загрязняет почву и требует электричества. А электричества у меня пока что, ну, как это сказать, нету. Мне придется изучить это самое электричество. Так, охрана. Стеллажи, надежный склад, образование. Так, ну это, конечно, все хорошо. Но, я так понимаю, электричества в этой ветке нету. Управление гневом. Украшения. Еще одни украшения. Двухэтажный дом. Отлично. Кинотеатр. Эх ты, ладно. Давай тогда попробуем солнечная энергия. Ну вот. В принципе, вариант неплохой для нас. То есть, сначала мы изучаем монтировку. И у нас повышается скорость по, ну там, по разборке, материала и прочего. Потом изучаем инвентарь. Это уже стоит 75 очков. И следом у нас идет энергия ветра и солнечная энергия. Я даже и не знаю, что эффективнее будет. Но, в принципе, трансформаторы есть как сверху, так и снизу. Так. Ну, ветряк, наверное, будет вполне неплохой идеей. Правда, наверное, это будет работать от ветра, как-никак. Ну, ладно. Давай тогда начнем с монтировки. И дальше уже у нас последует инвентарь и энергия ветра. Так. Отлично. Хотя солнечные панели... Хотя нет, знаешь. Солнечные панели, наверное, требуют какого-то материала для своего строительства. Вот, смотри. То есть требуются детали и требуется вот эта вот электроника или что это. А у нас этого, собственно говоря, нету. А тут уже требуется брезент. То есть пластик, металл и бетон. Ага. И для обслуживания там требуется вот эта вот, ну, электроника или что это. Так, а тут уже для обслуживания требуются детали. Но детали у нас пока что не производятся. Фуф. Ну, что там, как бы не очень. Что тут? Подожди-ка. А где... Специалисты готовы к работе. А, так. Меня вот интересует... Интересует... Где же у нас хижина рыбака? Хранилище отходов. Слушай, оно не такое уж здоровое, как я думал. То есть мы можем его поставить где-то вот здесь. Чтобы он загрязнял почву уже в этой области. И... Да. В целом это было бы довольно далеко от того места, где мы уже обитаем. Поэтому... Я, наверное, поставлю где-то вот здесь. Тут, да, есть какие-то лужи, но они и так выглядят... Ну, не самым лучшим образом. Давайте говорить откровенно. Так. То есть... Вот, все чисто. Неровная почва. Ну, где-то вот тут у нас будет хранилище отходов. Ну, в целом, да, неплохо. Дорога у нас будет идти вот так вот. Можно было бы, конечно, где-то поближе поставить, но это будет немного опасно. Поэтому, все-таки, в этой области будет вполне себе неплохо. Так, подожди. То есть ты хочешь сказать, что мы могли бы где-то вот так сделать? Ах, нет, тут дорожка не получится у нас ровной. Так что откажемся от этой идеи. Так. Так. И у всех сейчас заражение идет. Блин, и туалеты не чистят. Эх ты, ну что ты будешь делать? Ладно. Ну, сейчас носильщиков у нас довольно много. Сейчас у нас исследуется монтировка. А что он у нас делает? Смотри. То есть музей он исследовал. И сейчас он может пойти на фабрику. Только у него теряется по пять здоровья каждый день. Либо можно отправить его на сбор пластика. Что тоже вполне себе неплохая идея. Так. Ну, давай, наверное, все-таки соберем... Блин, я даже не знаю, стоит ли отправлять его на сбор вот этих деталей. Ведь он все-таки не сборщик. И, ну, там будет довольно маленькое количество этих деталей у него собираться. Ну, ладно. Давай все-таки соберем. Раз он рядом, то что мы будем терять? Время. Так. Вот он пока собирает. А мы тем временем... Пока что... Немного перемотаем. И... Да, смотри. То есть они строят дороги пока что. Так. Склад провизии. Крытый склад. Так. Еще один с заражением. Блин, да сколько можно, ребята? Йодные таблетки уже заканчиваются. Ну, что ты будешь делать? Так. Подожди. Может быть мне все-таки стоит тогда сосредоточиться на, я не знаю, в лекарствах. Ай, пища. Погоди. Пища, пища, пища. Я тут не вижу как-то аптечек. Ну и вот этих вот всяких йодных лекарств. Производство. Может быть тут тогда будет... Так. Нет, нет, нет. Я ничего такого не вижу. Конвейер. Колония. Тут тоже, кажется, нету. А, вот смотри. Медицинские карты. Медпункт. Так, это, конечно, все хорошо, но... Где же у тебя тогда тут изготовление... Изготовление лекарств. Которое мне так нужно. Охрана. Сторожевый пост. Кстати, охрана... Это не так плохо, особенно сейчас. Эх, ладно. А что это такое? Механическая мастерская, химкомбинат, радар и пилорама. Ага, ясно. Так. Конвейер. Так, аккумуляторы. Химкомбинат. Так, производит топливо. Нет, мне это не подходит. Тут у нас, получается, подмастерия. Ну, тоже ничего такого интересного. Так, а где же у тебя тогда лекарства делаются? Исследования? Нет, слушай, тоже тут нету. Так, может тогда в пище у нас будет? Смотри. Гастрономия. Ульи. Источники белка. Нет, нет, нет. Я тут тоже как-то ничего не вижу. Так. Честно, у нас есть мастерская. Нет, нет, нет. Нам это ничего не нужно. Блин, где здесь аптечки делают? Ребята, где вы тут делаете аптечку? Колония. Подожди, может быть, они все-таки производят? Полевой госпиталь. Учреждение на несколько коек. Лечение происходит быстрее, чем в палатке врача. Здесь лечат травмы, инфекции, лучевую болезнь. И даже мутации. Ага. Лекарства ускоряют выздоровление. Так. Ну, судя по всему, пока что мы изготавливать лекарства не можем. Хотя, слушай, я точно где-то тут их видел. Даже как-то странно. Ну, ладно. Раз не можем, то не можем. Что поделаешь? Курсы первой помощи. Без привычных лекарств и продвинутого медицинского оборудования людям приходится полагаться на более простые и проверенные веками методы лечения. Угу. Ну, даже не знаю. Скорость лечения, она не всегда спасает. Поэтому я даже и не знаю. Вот, получается, тут у нас какие-то инженеры. А здесь производство электроники. Конвейер. А что у тебя тут? Экстрактор пластика. Нет, нет, нет. Нам этого ничего не подходит. Так. Надежное комплектующие. Формула биотоплива. Формула биотоплива. Нет. Тоже не то. Слушай, я без понятия, где это вообще тут. Ладно. Давай тогда пока что подложим эту идею с лекарствами. И займемся тем, что у нас уже и так есть. Ну, а это производство пищи. И, соответственно, ну, постоянное лечение. Что ж тут. Так. То есть вот у нас изучается монтировка. Изучается, кстати, довольно долго. Мы уже, кажется, тут столько всего сделали. Так. Ремонтная мастерская достроилась. Отлично. Ну, давай тогда, я даже, я не знаю, вот сюда поставим зону его обслуживания. Вот. Пускай тогда ремонтируют тут. Чистят туалеты. В принципе, звучит как неплохая идея. Так. Надеюсь, ему будет хватит дать материалов. Потому что они тоже у нас заканчиваются. Погоди-ка. А, да, это же сбор леса. Так. Еще одно радиоактивное заражение у кого-то. Ёлки-палки. Так. Подожди-ка. Нравится ли вам количество различных технологий на древе технологий? Давай напишем. Да, нравится, нравится. Так вот. Спасибо за отзыв. Отлично. Так. Ну и пока что давай тогда отправимся на карту и посмотрим, что у нас там происходит. Что ж, а специалист тем временем добывает детали. А это значит, что рано или поздно у нас хватит ресурсов на создание солнечных панелей и, конечно же, ветряков. И мы поставим какие-нибудь экологические станции и другие здания, которые требуют электричества. Так, монтировка у нас изучилась. И мы теперь можем поставить на изучение инвентарь, который требует 75 пачковых технологий. Так. Давай тогда это и сделаем. И после уже будем убирать солнечные панели, либо ветряки. Но, в принципе, ветряки мне нравятся больше, так как для их обслуживания нужны детали, которые мы потом можем производить. В... погоди-ка. Электропилы. Механическая мастерская. Вот она. То есть вот тут у нас, по идее, могут выпускаться детальки, которые потом у нас будут использоваться для обслуживания этих самых ветряков. Так что, в целом, получается вроде бы как неплохо. Так, погоди-ка. А ты у нас ничем не занят, да? Ну, давай тогда тебя отправим на создание нового домика. Все-таки нужно отказываться от палаток и переходить на вот такие вот красивые лачуги. Которые, по сути, выглядят как какой-то фургон. Или я даже не знаю, что это. Ну, судя по всему, это фургон. Так, погоди. Мы делаем дорожку. Дорожка раз и дорожка два. Отлично. Так, ну и потом мы можем построить лачугу тут и вот здесь. И у нас получается вроде бы как вполне красивое поселение. И рядом туалеты, что тоже немаловажно. Так. То есть у нас сейчас следуется технология. В целом, наши специалисты работают. И вроде бы как все очень даже хорошо. Так, погоди-ка. Ягоды. Два из тридцати восьми. Ладно, пускай тогда дособерет. И там уже будем решать, что и куда. Так, у нас постоянно болеют наши поселенцы. Погоди-ка. Давай-ка вот наймем сюда человека. И он тогда сможет создавать одежду. Смотри, тут есть обычная одежда. Это многослойная одежда. И получается, она обеспечивает слабую защиту от природных факторов. Прихлаждение и радиация. Но у нас есть вот такой вот набор более качественной и прочной одежды. Которая лучше защищает от холода и облучения. Давай, может быть, будем создавать как раз таки ее. Хотя на ее создание требуется аж целых 10, мать его, ресурсов. Ну, ладно, создадим одну, пожалуй, курточку и успокоимся. Так, приоритет средний. И пока что вроде бы все хорошо. Ладно, давай тогда. Хотя, блин, 10 ресурсов. А мне хватит вообще на все остальное? Подожди, плачуги же они требуют? Вот этот вот самый брезент или что это? Волокно. Так, смотри-ка. Ага, то есть коммунальное жилье требует? А лачуга как раз таки нет. Так что выбор очевиден. Ладно. Спасибо, теперь мне гораздо лучше, сказал Робин. Погоди. Наука выживания доступна новое задание. Это еще что такое? Заниматься наукой, искать учебники и научную литературу в пустошах сложно и опасно. Как бы сделать так, чтобы наука сама пришла к нам? Для этого нужно достаточно мощный передатчик и много-много серебра. Но взамен мы получим целую кучу ценных научных данных. Пора устроить фестиваль науки выживания. Какого года? А, не важно. Так, ну, я даже не знаю. Давай попробуем найти передатчик. Все-таки рано и поздно у нас закончатся очки науки. И да, нам потребуется все-таки вот этот вот маяк или что это вообще такое. Так, 41 из 93. И пока что вроде бы у нас относительно все неплохо. Так, получить доступ. Да, мы вроде бы как взялись за это. Отлично. Так, мы построили лачугу. И в нее уже переселился один поселенец. Что очень даже хорошо. Так, давай тогда инвентарь доизучим. И после этого уже будем решать, что и куда. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ну и, конечно же, сама игра. Мне она определенно понравилась. Ну, вот эта вот похожесть на тропика. И то, что каждый раз у нас генерируются разные случайные события. И это очень круто. В любом случае, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!